Привет, друзья! Не раз меня в личке спрашивали, как побороть страх смерти. И разные люди страдают этим в разной степени. У кого-то, например, боязнь полетов. Люди банально боятся сесть в самолет и лететь, потому что он может разбиться. И тут, знаете, противоречивая статистика такая, потому что с одной стороны аварии на самолетах происходят реже, даже чем на поездах. Ну, то есть на железнодорожных путях сообщения. И вот просто подумайте, когда последний раз вы попадали в аварию поезда. Ну, то есть это вообще глупость какая-то. А с другой стороны, если где-то что-то не так получилось, если где-то столкнулся поезд или где-то сошел с рельс, вам об этом не сообщают. А если самолет разбился, то, во-первых, сообщают, а во-вторых, там же еще и наверняка разбиваются. Но опять же, статистика все равно и в этом моменте тоже противоречивая. Потому что именно смертность от автомобильных аварий все равно гораздо выше, гораздо выше, чем от авиакатастроф. И когда вам кажется, что на автомобиле руку-ногу может прищемить, да, можно перелом заработать, можно там сотрясение, а на самолете все упал, разбился и умер. Нет, все равно по статистике на автомобиле вы умрете гораздо чаще, чем на самолете. Но вот есть такая иллюзия, что на автомобиле как-то не явно, а на самолете как-то явно, поэтому страшно. Я понимаю этих людей абсолютно. И когда люди в такой стадии, то я предлагал вариант, который нескольким людям даже помог. Вариант, который я для себя использовал. Знаете, у меня когда-то тоже произошло такое. То есть когда-то жил до какого-то возраста, не летал на самолетах, а потом стал летать, летать, летать. И действительно, один раз сильно встряхнуло, уже незадолго до посадки. А встряхнуло, знаете, на, в общем, на плохом, на старом самолете. Вот, ну, в таком месте, где еще и пилоты, там, нехорошие, постоянно водят эти самолеты. И очень-очень много, слишком много пьют. В общем, было так опасно. А потом еще помню, как меня над пустыней Сахара, помню, Тряслоу. Очень, там просто такой момент был, прямо было опасно. То есть там и объявили аварийную ситуацию, и стюарды там пристегивались, стояли. Там, ну, действительно встряхнуло пару раз так, что заставляет философски задуматься над своей жизнью. И я тогда действительно задумался, что а вдруг вот меня сейчас не станет. Я же никак на это не повлияю отсюда, из салона самолета. Если он рухнет, то он рухнет, и все. И поэтому, когда в следующий раз мне уже нужно было садиться в самолет, я уже, ну, я задумался еще тогда в полете. А все ли я дела сделал? А что после меня останется? А что будут думать, когда меня не будет? Обо мне? Что будут вспоминать? Все ли я завершил дела? И так эти мысли и распространились. У меня, знаете, как что-то в личности поменялось глобально такое, что-то фундаментальное. Такие мысли глубокие закрались вот после того, как меня пару раз сильно встряхнуло в самолете. И вот я думал, что действительно есть риск умереть. И я советовал людям перед тем, как куда-то лететь заблаговременно, вот действительно сделать так, как в стихотворении в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Что там «С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг». То есть суть не в том, чтобы попрощаться навек, а суть в том, чтобы убедиться, что с человеком все хорошо. Что вот здесь за всем присмотрел, вот здесь все дела поделал, вот здесь тебя хорошо запомнят, вот здесь ты с людьми не в ссоре. И что вот вроде как все нормально, все более-менее в хорошем состоянии, чтобы не переживать, что если уйдешь из жизни, то дела остались незавершенными. Некоторым людям это заходит, но для некоторых людей этого недостаточно. Они говорят «Подожди, ну как бы я все равно, ну мне мало, что просто там, ну как бы более-менее привел в порядок какие-то дела. Я все-таки, я хочу жить, если я умру, ну как бы жизнь, она прекрасна, она дает много интереса, каких-то возможностей, а тут я умру и всего этого не будет». И некоторым тогда заходит другой аргумент. Насколько я знаю, этот афоризм приписывают Марку Твену, писателю, который сказал якобы, что, как-то он так сказал, я не испытываю никаких страданий. В общем, как-то он сказал, что, мол, до того, как я родился, меня не существовало миллиарды лет. И я не испытываю никаких страданий по этому поводу. Или как-то он сказал, что все это время себя неплохо чувствовал, то есть пока его не было, пока он не существовал, что это как-то было нормально. Никакой болью ему это не отзывалось, что он не существовал. Поэтому, мол, если я снова уйду в несуществование, то как-то это абсолютно нормально. Ну, то есть мне, типа, уже будет все равно и никаких страданий, терзаний не будет. Но, некоторым это действительно помогает, этот аргумент помогает. Но некоторые люди говорят, слушай, ну мне все равно, понимаешь, меня как бы огорчает, меня вгоняет в депрессию то, что я как пылинка на ветру, что я маленькая сошка, что идет такой исторический процесс, что все такое интересное во вселенной происходит, какое-то развитие человечества там меняется, развивается. А я такой вот как бы не при делах. Вот я походил, походил, что-то пожил, пожил и умер. И вся вот эта бесконечность и неизвестность, она меня как бы и не заметила. И я такой вот остаюсь, как бы вот все. Был, ну, пылинка просто. Сгорело и нет меня. Никто меня не заметил. И как, ну вот действительно, некоторых людей это вгоняет в депрессию. Ну и тут, конечно, просто так не отмахнешься от человека. Не скажешь ему, что там никаких проблем, тебе потом будет все равно. Потому что человек обращается с проблемой, что ему сейчас не все равно. Но он сейчас страдает от осознания, что он вот немножечко увидел жизни, да, как это во вселенной все происходит. И все, и потом его не будет, и он ничего дальше не увидит. И я тоже думал об этом годами и постепенно выработал для себя определенную формулу, как я к этому отношусь, чтобы чувствовать себя полноценно и счастливо. Я понимаю, что она подойдет не всем, но я хочу сейчас ее предложить вам. И, возможно, кому-то это тоже зайдет и кому-то поможет. Я уже когда-то раньше в видео рассказывал про разницу в удовлетворении, в чувстве удовлетворенности, когда вы потребляете и когда вы создаете. Были у меня не раз такие видео. Я рассказывал, что, ну, например, вы купили печенье, которое считается основным трендом после женской груди в интернете. Котятки, женская грудь и печеньки. Вот вы купили вкусного печенья, вы его покушали, удовлетворение. Но никогда это удовлетворение не заменит вам того, как вы своими руками сколотили скворечник и повесили его на дерево. По весне прилетели скворцы, вы видите, как они там живут. И вот у вас душа радуется, и вы ходите такой надутый, как рыбошар. И, мол, вот я построил домик, птички живут в домике, который я построил. И просто это так распирает. Вот дети, которые такое делают, им потом хочется тысячу домиков таких наделать для тысяч скворцов. Чтобы вот всем дать жизнь, чтобы всем дать дом. Чтобы, ну, люди меняются, эта психика меняется очень сильно. Созидание, оно дает невероятное такое удовлетворение. Оно дает глубокую, твердую, устойчивую самооценку. Об этом я тоже рассказывал, когда смотришь в зеркало, и тебе не нужно доказывать себе, что ты хороший человек. Тебе не нужно узнавать, не нужно ходить за 3-9 земель, чтобы узнать, что ты хороший человек. Ты знаешь, что ты делаешь хорошие вещи. Так вот, я выработал такое отношение, что я направляю свои усилия на то, чтобы сделать жизнь лучше. Я оптимизирую процессы, я вот такие вот скворечники выстраиваю. Знаете, когда один человек, я с ним пообщался, он вытер слезы и улыбается. Другой человек, третий. Ну хорошо, это что касается каких-то нюансов общения, коммуникации. То есть я психологией всю жизнь интересуюсь. Где-то для меня это просто, для кого-то не в любом случае это просто. Но кто-то что-то изобретает, открывает. Кто-то строит вот такие домики. Кто-то просто... Я вот тоже когда-то видео делал о том, что как можно чудо сотворить, не выходя из своей квартиры вообще. Просто воспитать замечательного ребенка, умного, с, скажем так, с незаблокированным творческим и интеллектуальным потенциалом. То есть окружить его кучей информации, много ему объяснять. Причем сразу сказать, сынок, мы родители не идеальны. Знай сразу, что мы не идеальны. Мы мало чего знаем, вот куча информации, книжки, там интернет дадут тебе больше. И, ну, как бы интеллектуальная составляющая это только одна. Я об этом тоже когда-то рассказывал, что нужна и личность, и, ну, вот все, умение просто общаться, коммуницировать с людьми, все это развивать. И человек, который займется изучением вот этого, то есть просто может работать на работе, просто жить с обычной женой, в обычной квартире, собственной или съемной, неважно, или в частном доме, в деревне. Но может воспитать замечательного человека, который будет умным, который будет нормальным, общительным, который пойдет далеко, который много чего добьется, который будет продвигать и науку, ну, не обязательно науку, искусство, культуру, спорт. Вот. То есть просто вот такое можно сделать. И неважно, что именно вы сделали. То ли вы обогатили свою страну, улучшили в ней экономику. То ли вы свой район какой-то сделали очень чистым и подружили в нем всех соседей. А я и таких людей встречал, которые такое могут сделать. То ли вы, ну, не знаю, какое-то, ну, устроили какое-то очень хорошее производство и производили очень качественные товары для людей. Все время росли, все время все лучше-лучше удовлетворяли потребности людей. И там кучу наград позавоевывали, вас любят, уважают ваши товары, очень сильно помогли людям. Что-нибудь всякое вот такое. И когда вы посвящаете этому жизнь, вот вы то ли свою тусовку создаете, то ли вы примыкаете к какой-то большой красивой тусовке, которую создали другие. Но вы активно действуете. Даже не то, что каждый день вы посвящаете этому свое время. Но вы можете работать на работе, жить в обычной квартире. И просто, когда у вас есть какой-то досуг, то вы все-таки тратите свое время, свою энергию на что-то полезное, на что-то такое хорошее для людей. Если пока еще не умеете делать хорошее для людей, вы просто выбрали, что вы хотите делать. Ну да, в конечном итоге все равно, чтобы вы не делали, чтобы оно вам давало хорошую какую-то самооценку, все равно это должно быть или для людей, или для животных, ну что-то такое. Чтобы мир становился краше, лучше, приятнее. Чтобы вы добро творили. То есть вы пока не умеете, но вот вы выбрали какое-то направление, вы учитесь, вы посвящаете свое свободное время тому, что учитесь делать это хорошо. А потом делаете, делаете. И когда вы вот так посвящаете, ну вот таким делам свою жизнь, направляете себя по такому пути, то у вас действительно зреет здоровая самооценка. У вас возрастает удовлетворенность жизнью многократно. И вы ходите такой полноценный, здоровый, счастливый, румянолицый. И вам потом 60 лет, а вы бодрый человек, в хорошем настроении. А потом вам 80 лет, а вы такой умудренный, седой-седой. И вот рассказываете уже выросшим внукам какие-то там разные премудрости. И еще занимаетесь делами. И еще чем-то ведаете, что-то курируете. Еще кому-то, где-то каким-то наставником выступаете, консультантом. Вы творите много всякого хорошего. Вас уважают, вас помнят. Никто никогда не даст вам просто так безвестно умереть. И когда вы вот так проводите свою жизнь, то когда настанет пора умирать, вы скажете людям, которые вокруг вас собрались, то, что я хотел бы сказать. Не знаю, как получится, но я хотел бы. Вы скажете им, ребята, было очень-очень круто. Это интересная жизнь. Это разнообразная жизнь. И мы не можем, к сожалению, жить ее вечно. Но мы можем внести свой красивый-красивый вклад. И я очень рад, что я общался с вами. У нас очень хорошая тусовка. И то, что мы делаем, наполняло наше сердце радостью. И до последнего момента, и прямо сейчас это до сих пор наполняет мое сердце радостью. И реально, как мы потусили, как мы вот это все поделали. Это очень-очень круто. И я рад, что сейчас вижу ваши лица. И да, мне пора уходить. Настало мое время. Ну и, ребят, так все было классно. И давайте теперь без меня продолжайте. Ну да, это жизнь, все вот так. Я буду оттуда наблюдать. Там есть там что-то, да? Там или нет этого. Ну, я буду наблюдать оттуда за вами. Буду вам слать привет, если какое-то там есть. Но просто все очень классно. Очень круто. И просто продолжайте. Вы классные. Продолжайте без меня. А я очень доволен, очень удовлетворен. И пока. И все. То есть вот в таком настроении вы будете покидать жизнь. И, ну, это действительно самое крутое вообще, что может быть. И знаете, когда, ну вот есть, была такая автор книг по здоровью Галина Шаталова. И она занималась групповыми тренингами, обучением. Очень-очень много сделала, чтобы много людей оздоровить. И сама она, ну, получается, чувствовала удовлетворенность от жизни. У нее было множество учеников. Очень много людей ее любили, уважали. И она постоянно была востребована. Постоянно, ну, ее хотели навестить. Да. Ну, вот очень хорошая женщина была. И ей было уже, не помню, 96, кажется, лет. А может и больше. Ну, не помню. В общем, когда она уже, ну, в последние дни свои, она постоянно занималась там какой-то йогой, дыхательными практиками. Но ей было уже очень трудно вставать. И все. Ну, ей так помогали немножко. И она там занималась какими-то практиками. И как рассказывал ее, там, не знаю, сын, не сын, кто-то из родственников. Я видел интервью на ютубе. Он говорит, вот она позанималась какими-то дыхательными практиками. Потом ее положили. Там, не знаю, там через какое-то время, через 40 минут пришли. А она уже не дышит. То есть, ну, просто вот так спокойно, тихо ушла из жизни. Она не терзалась. Она не переживала. Она чувствовала, что ее время уже близко. Вот оно уже пришло. Но ее переполняла удовлетворенность от того, что она сделала, сколько она сделала для людей. Что ее все любят. Что она очень много зерен знания заронила в голову. Люди читают. Люди разбираются. Люди... Даже если она не все рассказала, она поставила людей на путь здоровья. Она заставила их думать об этом, выяснять. И теперь множество семей будут гораздо счастливее. Она очень много пользы принесла обществу. И все. Человек спокойно и счастливо ушел из жизни. И она не терзалась тем, что... А как же так? Ну, я вот это вот не смогу наблюдать потом. Понимаете, когда человек чувствует себя никем, не чувствует пользы какой-то от себя. Он чувствует себя ничтожным. То как-то и терзаешься, что ну хотелось бы хотя бы интересное кино посмотреть. И вот... А это кино потом оборвется и дальше я смотреть не смогу. И как-то да, удручающе это. А когда ты почитаем и уважаем, и все тебя любят. И все вот так вот прекрасно, все на хорошем настроении. То как-то не терзаешься этими вопросами. Как-то вот просто хочется, чтобы удовлетворенность от жизни была. И вот когда она есть, вы перестаете об этом думать. То есть страх смерти, он на самом деле произрастает больше из неудовлетворенности собой. Из какого-то ощущения незавершенности. То есть вот я сейчас умру и что? Это очень опасно, я очень боюсь. То есть когда человеку 80 лет и у него здоровые счастливые дети и здоровые счастливые внуки, ему не страшно умереть. Он может реально, он может лететь на самолете. А если самолет упадет и разобьется? Ну что ж тогда? Ну значит на самолетах летать не надо или что? Волков боятся в лес не ходить. Ну разобьюсь, разобьюсь. Я пожил, у меня все прекрасно. А самое главное, что генетическая задача, которую ДНК нам диктует во всем нашем поведении, она реализована. То есть все надежно, стабильно, красиво у детей. Все надежно, красиво, стабильно у внуков. Все там развивается, все нет никаких причин для опасений. Если сейчас уйду из жизни, да нормально все. А вот именно когда присутствует нереализованность, то есть вот я просто себе такой человек, который работаю на работе, пусть даже там большая зарплата, но непонятно как бы пока еще там какая-то семья, какие-то там может даже дети есть, но как-то вот у человека нет такой внутренней эмоциональной стабильности. Нет умиротворения, что в его жизни все хорошо, все гармонично. И он, да, он садится, он страшно боится, он страшно себя накручивает, что он умрет. Вот если я умру, я умру, как же? Вот если я разобьюсь, я это не контролирую. То есть, понимаете, на самом деле проблема-то получается в том, что ему сейчас, по его субъективной оценке, ему сейчас никак нельзя умирать. Вот ему никак вообще сейчас нельзя умирать. Ни в коем случае. Потому что многое не успел. Не успел, не успел, не успел. Так вот и получается, ребята, нужно направлять свое внимание именно на состояние ваших дел по жизни. И, конечно же, когда вам нужно лететь куда-то на самолете, вы не сможете взять и уладить всю свою жизнь, чтобы у вас появились счастливые внуки. Моментально, да? И вот вы полетели на самолете, и что, а, можно уже и умирать. Вы так не сможете. Но хотя бы по минимуму, хотя бы по минимуму, попробуйте разобраться с делами, все ли хорошо здесь, все ли хорошо здесь. Чтобы, если с вами что-то случится, то было, по крайней мере, не стыдно, что вы оставили все дела в таком состоянии. И страх уже уменьшится. Ну и, конечно же, с вот таким подходом абсолютно всем людям не получится убрать абсолютно весь страх. То есть, кто-то переживать будет, но, к счастью, есть еще такой принцип, что, когда вы боитесь и вас везет самолет, то он вас будет вести точно так же, как если вы не боитесь. И я многим это тоже советую в разных ситуациях, что вот есть в вас страх, вы просто примите его. Примите, что он есть, и это нормально, бояться. Я иногда тоже задумываюсь об этом в самолете и думаю, ну, вообще-то да, как бы, а вдруг я разобьюсь, не хотелось бы. Вообще-то да, было бы очень неприятно сейчас так вот взять и умереть. И это нормально. Вы боитесь? Бойтесь. Примите этот страх в себе. Абсолютно нормально. Но просто понимайте, что пока вы боитесь, ну, знаете, как собака лает, а караван идет. То есть, самолет летит, приземляется, садится, ну и как-то все нормально. Просто вот еще и нормальное состояние дел вас подуспокоит. Получается, ваш страх вместо острых резких пиков, когда вас аж трясет, он получит более сглаженную верхушку. Такую вы будете немножко спокойнее бояться. Ну, и приняв этот страх в себе, просто ждите, пока вас довезет. Со страхом зачастую получается точно так же, как без него. Ни на что это принципиально не повлияет. Особенно в таком деле, как перевозка вас на самолете. Даже если пилот будет бояться, все равно это не повлияет на то, как самолет вас довез. Поэтому не так уж это страшно, ну, а разбираться со своей жизнью нужно, направлять себя на созидание, создавать себе вот такую полноценную самооценку и высокий уровень удовлетворенности жизни, это обязательно. Попробуйте так делать, друзья. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok